В минувшее воскресенье лёд Екатеринбургского озера Шортаж, окрепший до безопасного уровня, украсился не только любителями посверлить его в обмен на рыбку, но и теми, кто любит быструю езду. Кто на сноуборде, кто на горных лыжах, несмотря на абсолютное отсутствие какого-либо намёка на склон. Открывать свой сезон суда, на лёд Ледникового озера приехали местные поклонники кайтинга, или точнее сноукайтинга, зимней разновидности кайтсёрфинга по твёрдой воде, с использованием в качестве буксировщика кайта, в простом переводе – воздушного змея, который из системы из четырёх строп крепится к управляющей планке, которая, в свою очередь, накрепко пристёгивается к трапеции, играющей ту же роль, что и подвесная система парашютиста. Так что катающийся, или кайтер, вовсе не удерживает кайт руками. Так же, как и парашютист, с помощью натяжения определённых строп, он управляет своим куполом, который, впрочем, больше похож на крыло, и подъёмную силу обретает ровно по тем же законам аэродинамики. Как официальный вид спорта, катание на воздушном змее признано лишь в декабре 2009-го, то есть с тех пор по нему можно получить разряд и звание. Впрочем, первый чемпионат России по кайтсёрфингу при всём при том состоялся ещё в 2001-м, то есть за 8 лет до признания. Ну и, кстати, своим видом его признала Международная Федерация Парусного Спорта. Ну а кайтинг или сноукайтинг, его зимняя разновидность, которая на Урале, в силу географической удалённости от обширных океанских пляжей и климатической склонности к ледниковым формам, прижилась у нас настолько уверенно, что Екатеринбург считается прям-таки лидером по этой части в нашей стране. У нас выросло уже немало чемпионов, в том числе и тренер Дюсша Верхесецкого района Денис Горощенко, основатель этой самой школы и кайтинга на Шарташе, в 2017-м стал аж чемпионом мира. Среди его учеников сразу несколько кандидатов в Олимпийскую сборную России образца 2024 года, в программу которой «Езда под змеем» не путать с «Зелёным» войдёт впервые. Продолжение следует...